В аннексированном России Крыму собираются установить памятник коммунистическому диктатору Кубы Фиделю Кастро. Впрочем, чем Фидель отличился перед Крымом и почему жители автономии должны быть благодарны одному из самых отвратительных тиранов XX века, я бы оставил за скобками. Фиделю действительно стоит постоять в Крыму. По крайней мере, в годы стремительного превращения оккупированного полуострова в очередной «остров свободы» в кавычках. Куба после прихода к власти Кастро и Крым, захваченный Путиным и отданный на кормление Аксенову и прочим гоблинам, очень похожи. Не буду утверждать, что до воцарения Кастро Куба была богатой преуспевающей страной, но по крайней мере у нее был шанс. В особенности после того, как демократически настроенная общественность в Гаване свергла диктатуру Ульхенсио Батисты и решила приступить к восстановлению демократии. Появление в столице Кубы вежливых зеленых человечков во главе с Кастро и жестоким фанатиком Че Геварой, этим кумиром безумных леваков всего мира, все изменило. Куба потеряла шанс. Всего за несколько лет Кастро превратил остров в нищую заброшенную провинцию, главной мечтой жителей которой стало бегство к сверкающим берегам соседней Флориды в настоящий свободный мир. Кастро превратил кубинцев в нацию иждивенцев, которые последовательно жили за советские, китайские, венесуэльские подачки. Он отучился отечественников от работы, от созидания, от развития, от мечты. Такой уж это был фрукт. Он чуть было не превратил свой остров в Новое Сараево, сцену для начала Третьей мировой войны. Тогда мир спасла рассудительность Кеннеди и Хрущева, но Кастро так и не простил советскому лидеру предательства. Его возмущение в связи с отказом Кремля от ракет на Кубе среднее тем иррациональным претензиям, которые русские шовинисты предъявляют Хрущеву по поводу Крыма. Подарил, дескать, Украине, потому что в вышиванке ходил. Крыму после оккупации происходит нечто похожее. Я не буду утверждать, что до аннексии на полуострове было все отлично. Крым болел всеми украинскими болезнями, да вдобавок был еще криминальным эпицентром. Но, по крайней мере, у полуострова был шанс, в особенности после очищающей победы Майдана над режимом Януковича. Однако появление вежливых зеленых человечков все переменило, разве что масштаб вторжения трудно сравнить с кубинским. Из Аксенова такой же Кастро, как из Гиркино-Чи Гевара. И тем не менее, даже эти люди, настоящее политическое ничтожество, благодаря поддержке из Кремля смогли лишить полуостров будущего. Крым на наших глазах превращается в нищую, заброшенную провинцию. Хиреет сельское хозяйство, исчезают инвестиции, перестает кормить курортный сезон. Как и кубинцы, крымчане превращаются в иждивенцев, зависящих от подачек из Москвы. История повторяется как фарс. Разве что для бегства с полуострова не нужно предпринимать такие нечеловеческие усилия, как для бегства с Кубы. Но это пока что. Так что Фидель Кастро действительно может быть увековечен в Крыму. Стать монументом безысходности и позора. Пусть ставят. Когда Крым возвратится к Украине, крымчане снесут и этого истукана, и вежливых зеленых человечков, и Ленина, и всю прочую нечисть, которую оккупанты оставляют и расставляют на улицах городов полуострова. И каждый новый демонтаж каменной дряни будет общим всеукраинским праздником освобождения. Виталий Портников